здравствуйте эта программа восемь вкусов готовьте вместе с нами это будет не только вкусно и полезно но и интересно ведь сегодня у нас в гостях анна экси ланечка привет привет аню ты диджей но не только диджей вот расскажи чем еще ты занимаешься ты знаешь на самом деле за последние наверное лет 10-15 очень такая очень широкий спектр моей деятельности это и организация мероприятий это и пиар это и какие-то всевозможные там съемки организационные моменты это в прошлом был и рэп и танцы вот собственно как бы в принципе все все это немножечко по чуть-чуть осталось да где то друг друга дополняют но последнее время в основном это конечно же диджей то есть это твое основное увлечение да при этом ну и твоя основная работа в которой знаешь вот за последние пять лет до которой я проживаю в шанхае проживала до коронавируса да это стало моей как бы такой основной деятельностью которую можно так сказать совместил это хобби и работу а ну коль уж у нас кулинарная в первую очередь программа не могу тебя не спросить готовишь ли ты сама любишь ли ты это делать и если у тебя какое-то фирменное или твое любимое блюдо ты знаешь готовить я в принципе люблю когда есть на это настроение конечно же и я фанат итальянской кухни просто вот хлебом не корми хлебом по корне я очень люблю готовить пасту пасту с морепродуктами пасту песто пасту пасту с курицей грибами с чем угодно вот все что связано именно с пастой с каким-то ингредиентами это вот прямой конек соус и там не знает и вот прям настолько подходишь с любовью к приготовлению этого блюда и вкусненько конечно же а ты скорее любишь кулинарные эксперименты или боишься их ты знаешь я на самом деле с радостью что-то могу попробовать если я увижу да там где-нибудь у кого-нибудь там или где-то ты увидишь заведение что ты подумаешь ага хотелось бы приготовить также хочется чтобы еда конечно же была разнообразной вот поэтому я стараюсь редко готовить что-то прямо вот одинаково есть стукат не сырники вот сырники сюда их конечно там без проблем хоть каждый день вот все остальное что-то вот стараешься добавлять как ты сказала до карантина ты жила в шанхай все знают что это китай и конечно китай славится такой достаточно экзотической кухни пробовала ли ты что-то такое вот прям страшное для нас то я пробовала шелкопряда сухого и это было скорее знаешь на спор потому что у нас был ужин с получается у нас было мероприятие у нас был какой-то такой ужин где в итоге еще был стол с китайской какой-то такой едой традиционный среди которого как к которому чего-то вот среди всего прочего был это шелкопряд сухой и мы с ребятами очень долго смеялись на тему того что там кто попробует да кто рискнет рискнула я на самом деле как это просто как семечки как орешки какие-то не знаю ну больше на самом деле такого ничего экстремального я не пробовала мне достаточно того что сама по себе китайская кухня она достаточно экстремального в плане своей остроты ну то есть в принципе тем у кого также вводится такой спор возможно ты советую попробовать на спор да это на самом деле очень так главное не живого сушеного я тоже сейчас хочу предложить тебе кое-что попробовать но не шелкопряда ни в коем случае до шеф-повар антон терентьев для нас сегодня приготовил сэндвичи можно сказать наверное классический но безусловно в его прочтении угощайся это сэндвичи сыром яйцом и все еще на самом деле я так летела так летела мы еще так задержались немножечко я очень голодная поэтому я с радостью попробую я не дикий фанат конечно вся колбасных изделий но именно вот это классическое сочетание сыра ветчины да соусом какой-то еще придает вот этим сэндвичем какую-то такую уникальность я предлагаю дать слово нашему шеф-повару антону терентьеву он как раз расскажет как именно он готовил эти сэндвичи раскроет какие-то секреты а мы пока подготовимся с тобой к приготовлению нашего основного года партнер программы 8 вкусов ноу-нейм студиос это уникальная многофункциональная и востребованная профессиональная студия для фото и видеосъемки студия предназначена для организации практически любых видов съемки от индивидуальных фотосессий до крупных рекламных проектов и съемки телепередач в зоне ресепшн расположилась уютная кофейня с комфортным коворкингом где вы сможете выпить чашечку ароматного кофе до или после съемки здравствуйте сегодня мы с вами приготовим французский тост с ветчиной с сыром для этого нам понадобится небольшой набор продуктов и мы купили с вами в магазине реми это у нас сыр чеддер микс салата домашний тост от реми и ветчина в реми всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина для начала нам нужно нарезать сыр тонким слайсом мы его будем с вами топить при температуре 220 градусов далее мы с вами нарежем ветчину тонким слайсом для того чтобы сделать французский тост нам с вами понадобится свежее яйцо предварительно помытое молоко и соль ну и соответственно простовый хлеб который для нас испек магазин реми нам понадобится с вами 9 кусочков хлеба мы с вами забьем яйцо я думаю 4 будет достаточно добавим немножко молока добавим соль и хорошенечко все это делом и взобьем это у нас будет такая база на французский тост взбиваем до образования однородной массы добавим немножко растительного масла на сковородочку и начнем обжаривать тосты тост нам нужно смочить с двух сторон в нашем яично-молочном омлете начинаем обжаривать тост на нагретом растительном масле до золотистой корочки достаточно быстро это делается потому что схватывается яйцо хорошо получается золотистый румянец да и у нас в принципе тост уже готов проделываем тот же процесс с оставшимся хлебом мы с вами обжарили наши французские тосты достаточно много мы сделаем много бутербродов возьмем духовой противень и аккуратненько выкладываем на него наш французский тост нам понадобится сыр чеддер ветчина еще положим по одному тостику добавим еще немножко ветчины все это дело закроем данную композицию мы теперь с вами поставим в духовой шкаф буквально на 4-5 минут для того чтобы наш сыр расплавился стал тягучий ну и придал долгой вкус духовой шкаф у нас уже предварительно был разогрет на 200 градусов мы ставим это все с вами на 5 минут пока у нас будет это все дело запекаться мы с вами сделаем соус для соуса нам понадобится еще немножко сыра мы с вами разогреем молоко и аккуратно будем темперировать сыр в нашем молоке молоко у нас уже закипает делаем поменьше огонь нам не нужно чтобы она у нас пригорела немножко добавим соли и начинаем растапливать наш сыр делать его однородным с молоком пока готовятся наши бутерброды вот соус у нас начинает загущаться да сэнвич у нас готовый прошло 5 минут мы можем посмотреть достаточно ароматный сыр потек то как надо и теперь мы с вами начинаем сервировать нашу подачу достаточно пропекся сыр протек и все это дело выкладываем аккуратненько на тарелочку такой вот горячий у нас тост получился сегодня с вами добавим наш сырный соус который у нас готов и этим мы закончим нашу композицию дорогие друзья мы приготовили с вами замечательный горячий французский тост с ветчиной и сыром приятного аппетита итак мы экипированы а значит мы готовы к главному моменту нашей программы к приготовлению основного блюда ну и по традиции расскажу что продукты предоставлены супермаркетами доступных цен Рэми и по традиции Антон расскажет нам какие именно продукты и что из них мы сегодня будем готовить здравствуйте Анна сегодня мы с вами будем готовить здравствуйте Анны я хотел сказать здравствуйте Анна сегодня будем готовить куриную грудку Мы ее будем мариновать с вами в лимонном соке. Сделаем бланшированные брокколи. Сделаем пюре из отварной моркови. То есть можно сказать, что у нас сегодня диетическое... Да, у нас сегодня такое будет для женщин, для девушек, в частности, да. А для этого нам понадобится с вами куриную грудку подмариновать. Я думаю, вы с этим справитесь прекрасно. Потом вы нарежете лимончик. Я, Анна, да, нарежу лимончик? Да, вы, Анна, нарежете лимончик. Нам нужно половинку лимона отрезать. Грудку мы будем мариновать лимонным соком. Нам понадобится масло, Анна, это вам. Спасибо. Нам понадобится немножко соли. Мы ее чуть-чуть присолим. Хорошенько помешаю. В принципе, наша грудка готова для того, чтобы ей постоять немножко, мариноваться. Сколько? Да, сколько в идеале, чтобы она подержалась? В идеале вообще птица маринуется от 6 часов. Это в идеале. Но у нас экспресс-метод, он будет... Чуть меньше. Или просто? Просто. Далее нам с вами понадобится свежая брокколи. Разобрать на соцветия. Ее надо разобрать на соцветия, и мы с вами будем ее бланшировать. Аня, просу. Аня долгое время жила в Китае, в Шанхае, да, Аня? Да, так и есть. И, насколько мне известно, очень много специй используют китайцы. Но кухня у них разная, она отличается. Да, так и есть. Вот расскажи, чем она отличается, и любишь ли ты кухню со специями или без них? Ты знаешь, на самом деле, китайская кухня, она, конечно, славится своей остротой. Пряностью. Пряностью. Да, пряностью, солью. И, на самом деле, она у них, конечно, отличается по регионам. Допустим, я вот люблю северную кухню. Там достаточно, знаешь, она похожа вот на ту, которую мы привыкли здесь есть. Шанхай, конечно же, славится тем, что там большой выбор европейской еды. А вот интересно, понятно, почему развивается в таких городах, как Шанхай, очень много приезжих, да, много иностранцев. Да, очень большое количество иностранцев. И, конечно, на них в основном ориентируются. На Китайцев тоже очень много. У Китаяцев, которые за границей работают, у которых работают с иностранцами, и которые, в принципе, они уже научились есть не только рис, они едят, естественно, и пасту, и разные варианты, там себе и курицы, рыбы, мясо, там птицы, да, там поехали. И рестораны, у них очень большая такая линейка, там всякие, фьюжн кухни, там еще что-то. Именно в таких больших городах крупных можно найти на любой вкус еду. Какую все-таки больше из различных кухонь мира они предпочитают? Ты знаешь, ну, наверное, итальянскую, потому что все-таки пицца, паста делают свое дело, и... Почему-то я так и думала. Аня, я знаю, что ты застала коронавирус. В Китае это, собственно, карантин. Да, в его смысле, потому что я была еще, получается, в январе я еще была в Шанхае, и у меня была поездка в город соседний с городом, где все это началось. И тогда еще просто были слухи, что хоть какой-то вирус, никто вообще не понимал, что это, не было вообще никакого карантина, ничего. То есть, и был такой слух, что на европейцев никак не действует он. То есть, это все именно на китайцев как-то распространяется. То есть, все были спокойны? Да, все были достаточно спокойны, никто не паниковал. Потом у меня был отпуск. Был китайский Новый год. Китайский Новый год в Китае делать абсолютно нечего. Все на лопате, все закрывается, все разъезжаются по домам. У меня был отпуск на Филиппины, и на Филиппинах, собственно, уже начало вот это все накрывать. Начали, объявили карантин, начали отменять рейсы, вот, и, собственно, как бы понеслось. У нас с вами закипает вода, и мы с вами потихоньку начинаем прогревать гриль. Для воды нам достаточно... Уже можно... Температуру, да, мы уже можем бланшировать. Чем бланшировка отличается от варки? От варки, ну, потому что мы не полностью готовим продукт. Не давай, не давай, аль денте. Аль денте, да, для того, чтобы сохранить в нем полезные качества. Самое главное, наверное, вкус больше всего нужно сохранять. Надо выбирать. Сколько нужно нам все это дело бланшировать? Мы будем недолго бланшировать. Пару минут, наверное. Да, пару минут. Гриль у нас уже почти готов. Мы можем взять кулинарную кисть, немножечко я вот так сделал маслицем, и ты немножечко это все дело у нас подготовишь до жарки. Как покраска прямо. Да, да. Расскажи, как вообще так получилось, что ты стала диджеем? Знаешь, это на самом деле очень такая занимательная история, потому что творчество у меня вот как-то с детства со мной бок о бок идет. Сначала это был рэп, потом это были танцы, это были всяческие организации, да, мероприятия, и впоследствии, это у меня уже как-то и журналистика, да, была какие-то съемки и фотосессии. И в итоге, по счастливой случайности, когда я оказалась в Шенхае, я была, конечно, удивлена, но выяснилось, что там можно спокойно жить, занимаясь творчеством, зарабатывая себе на жизнь при этом, и, собственно, творить. Вот, поэтому последнее, что меня увлекло, это как раз был диджеинг. Мне очень нравится электронная музыка, я просто ухожу в какой-то транс, когда начинаю стоять, сводить или подбирать, составлять сеты. И в итоге как-то это все переросло из хобби в работу, потому что в Китае как раз немножко другой диджеинг. То есть если здесь в основном диджеинг у нас, что такое, кто такой диджеинг? Человек, который в клубах включается, там, в какую-нибудь там, руки, я не знаю, не руки, а что там? В нашем понимании, ЛДЖЕ, да? То в Китае, как бы, ты можешь быть имиджевым диджеем, ты можешь быть диджеем на крутых каких-то ивентах, на таких кар-шоус, работать с такими брендами, как вот я работала с Порше, с АМГ, с BMW, работала на фэшн-шоу. И для меня это, знаешь, как вот такая неотъемлемая часть уже жизни. Я люблю хорошее мероприятие, красивых людей. Эти ковровые дорожки, и ты для них создаешь атмосферу. То есть это вот, это, мне кажется, очень круто, поэтому как-то вот оно так и произошло. Ну, это такое, ты часть шоу, флага. Да, ты часть перформанса, при этом ты не изменяешь себе в плане музыкальном, потому что ты играешь, ты создаешь эту музыкальную подгорку, какой-нибудь фэшн-хаус вкусный, какой-нибудь тэг такой приятный, или там какой-нибудь лаунж интересный. Ну, это же, если брать, ну, допустим, как это сказать, ротацию, да, правильно, то это у нас не зайдет, наверное, в России. В центральной части России есть мероприятие, например, запускается какой-нибудь бренд, да, они обязательно ставят диджея, которые будут именно создавать эту музыкальную атмосферу, еще что-то. В нашем городе, конечно же, хотелось бы, чтобы организаторы мероприятий уделили внимание этому тоже, потому что у нас есть достаточное количество диджеев, которые играют очень хорошую музыку, и мне кажется, каждый из нас, да, из них мечтает быть частью этого проекта. То есть, а у нас в основном все уделяется внимание ведущему конкурсам, да, каким-то там танцорам, к сожалению, не диджеям. То есть, за границей все-таки больше акцент идет на диджее. Дидже — это неотъемлемая такая часть шоу-программы, какого-то знакового события. Наверное, практически любого, как я понимаю. Есть, поэтому там, конечно, за границей реализации получается как-то немножко больше. Так, у нас с вами готова грудка. Мы ее. Грили у нас горяч. Мы ее с вами аккуратненько. Ох, зашкварчало. Я даю вам возможность сделать это тоже. Мы с вами ее прижарим сейчас с четырех сторон. С четырех, почему, по два с каждой стороны, дабы сделать... И бока еще, да? Да, дабы сделать красивую решетку, да. И потом мы с вами ее немножко допекем в духовом шкафу. Почему допекем? Потому что если мы ее будем дожаривать полностью с вами на сковороде, она у нас сверху высохнет сильно, а внутри она у нас не прожарится. Ой, как красиво. Очень аппетитно выглядит. А что будет потом? Мы всегда хотим получить сочность. Конечно. Но не все дают сочность. О, выстрел сейчас был, видели? Очень. Предварительно отварили морковь. И нам нужно ее порезать без разницы, как. Все это дело мы с вами выложим вот сюда в наш сотейник. Ну, или сковородку, можно так сказать. Аккуратно с пальцами. Должно это все прихватиться хорошо. И можно еще раз перевернуть. А потом мы с вами выложим это все на подготовленный противень. И поставим на минут на пять, наверное, в наш отдыховый шкаф до полной готовности. Как мы будем брать? Вот, смотрю. Лучше. Сейчас посмотрят все и подумают, что я, наверное, к плите, знаешь, никогда не подхожу. Но вот, кстати, одна из особенностей жизни в Китае – это готовка дома. В зависимости от какого района ты живешь. Не везде на твоем районе будет европейская еда. Но зато везде, на каком бы ты районе ни жил, у тебя… В каком районе? На районе. Знаешь, из рэпа можно выйти, рэпа с тебя не будет никогда. А у тебя всегда есть рынок со свежими овощами и продуктами. Вот это очень круто, потому что ты всегда можешь прийти и купить всегда свежие яйца, всегда свежая зелень, какие-нибудь морепродукты, птицу. И практически вот все мои друзья, конечно же, готовят тоже принципиально дома. Друзья у нас, скорее всего, частично мужчины, да, то можно тоже прийти и как бы есть. Я думаю, ты так любишь и тут еще походить по гостям, потому что у тебя такая работа, связанная с готовкой, что приходя домой, ты, наверное, просто хочешь… Нет, это так кажется. Я всегда говорю, что я дома готовлю, потому что я всегда дома готовлю. Нет, я готовлю дома всегда, если у меня выходной. Я люблю готовить, и дети любят есть на еду. Так, у нас сейчас с вами задача, нашу морковь – соединить сюда. У меня еще вопрос к Антону, вот по поводу как раз готовки дома его. Мне кажется, у меня бы были комплексы, если бы мой муж был шеф-поваром крутым, и я бы при нем стеснялась бы готовить, потому что я что-то неправильно делаю, ну, не по технологии. Конечно, я не без критики, да, это всегда бывает. Это как-то женщину учат водить, знаешь. Моя жена, да, она старается, и любой ее труд будет уценен. Всегда хочется так, чтобы о тебе заботились, тебе готовили. Без разницы, что, да, я… Главное внимание, да, главное забота. Фактически готова наша грудка, в плане того, чтобы мы дальше продолжим с ней работать. Мы с вами будем делать теперь пюре. Для пюре нам понадобится морковь, немножко сливка. Сливки, сливка. Сливка. Мы немножко сейчас это связываем, а потом мы с тобой все это дело пробьем. Так, мне кажется, я знаю, что сегодня я дома буду готовить на углу. Я уже об этом подумала. Так, а на восьмерочке, то есть достаточно сильный огонь или нет? Ну, это просто мы грели, да. На самом деле нам сейчас нужно немножко сливки с вами скипнуть, чтобы их текстура связалась, и тогда у вас будет это дольше храниться достаточно. И, ну, как бы не будет пропадать, не будет писнуть. Давай, я дам тебе вот эту штуку. Ой, Миша, она не боится. Молодец. После 10 лет в Китае я уже ничего не боюсь. Я вот хотела сказать. Многие мечтают уехать за границу, жить, работать, и, конечно, есть определенные страхи. Если объективно посмотреть на эту ситуацию, можешь рассказать, чего стоит действительно бояться и почему, а чего не стоит и почему, опять же? Ну, смотри, я думаю, что все мы люди взрослые, и, как бы, вот эта, знаешь, спонтанность нашего решения, она прекрасна, когда ты хотя бы как минимум имеешь представление о том месте, куда ты едешь, а не просто берешь чемоданны, да, приезжаешь и такой думаешь, блин, а в Орле и Решке-то по-другому показывали. Или я вот у Васи в Инстаграме видел, он такой крутой, а это, оказывается, там, не знаю, просто фотосессия какая-то была. Поэтому здесь нужно понимать реальность, как бы, этого мира и те проблемы, с которыми ты можешь столкнуться. В первую очередь, естественно, ты должен брать какую-то с собой финансовую, да, у тебя должна быть подушка безопасности. На тот случай, как минимум, чтобы ты первые, там, месяцы, пока ты будешь в поисках себя, в поисках работы, в поисках связи, ты, там, не просиживал, там, не звонил маме-папе, там, да, не занимал денег, там, у своих друзей, еще что-то. Второй момент, конечно же, это, ну, как в любое путешествие мы с собой всегда берем, это медицинская страховка на первое время. Неважно, нужна она тебе будет потом или не нужна, но ты должен, как бы, позаботиться о состоянии, да, там, своего здоровья заранее, знать, что с тобой все ок, и, допустим, там, как-то, не знаю, застраховаться. И, конечно же, изучить то место, куда ты едешь. 21 век на дворе, Инстаграм в помощь, мы все прекрасно коммуницируем, да, между друг другом, то есть спокойно, там, пишешь кому-нибудь, там, директ, привет, слушай, расскажи, там, с чем мне, там, придется столкнуться. У меня, допустим, очень многие знакомства тоже произошли, в частности, когда кто-то хотел переехать в Китай или приехать просто в путешествие, спрашивали, слушай, я вот видел, ты в Шанхае живешь, а посоветуй мне, там, куда, например, сходить или что сделать, да, что посмотреть, потому что, то есть ты открываешь топ-10 мест, из которых в 5 можно даже не идти. С смысла нет, да, потому что. Конечно, и такой момент, что, ну, просто, грубо говоря, изучить побольше про то место, куда ты едешь, однозначно, и делить, как бы, пополам все то, что ты думаешь, что у тебя сейчас, там, произойдет, верить, конечно же, в себя однозначно, но не забывать про реалию этого мира, потому что очень много крыльев, знаешь, обламывается в процессе и очень много сложностей. Я вот уехала 6 лет назад по одной простой причине, просто город мне стал немножко мал, и я, в принципе, взяла все, что мне необходимо уже было, там, да, грубо говоря, опыт какой-то работы, какие-то там творчества, еще что-то, мне хотелось развиваться дальше. Я была в отпуске в Шанхай, это был Шанхай, может быть, я была бы до этого в отпуске где-нибудь в другом месте, это было бы другое место, но так как я уже посмотрела и поняла, что, о, классно, я бы здесь пожила, то есть у меня вот... Примерила город. У меня решение, знаешь, всегда по жизни принимать именно так, потому что я вот приезжаю куда-нибудь, я сразу чувствую, могла бы я в этом городе жить или нет, хотела бы или нет, и вот из всех городов Китая Шанхай был именно этим городом, плюс, ну, 3 часа лета до Владивостока, удобная, как бы, да, визовая ситуация, и, в принципе, я все равно так или иначе, как бы между двух городов, то есть то здесь, то там. Я вот советую все-таки многим людям не обрубать концы, то есть вот чем больше ты там, я погнал, у меня сейчас все будет, увидимся, звезда Инстаграма, миллион подписчиков, все это классно, но лучше сначала сделать, а потом уже об этом говорить. Так, мы с вами... Мы сварили, в общем, нашу морковку сливкой. Сварили морковку сливкой, да, возьмем на... Добавили вот, а, возьмем наш стаканчик, да. Можно использовать любой блендер, подружной, миксер, что есть дома. Это у нас будет и пюре, и соус одновременно, в плане того, что дадим текстуру, да, и красиво там все это вымажем. Это как в ресторане, тебе вот там вот размазываются на тарелке. Мы сейчас будем делать это, это и будем делать, суть, суть на... Ну, это очень вкусно. Ну, вот это хороший блендер, поэтому он, если мы видим по текстуру, то он взбил ее прямо отлично. Ну, как бы нам, в принципе, выпаривать уже не надо. То есть в идеале масса должна быть абсолютно однородной. Абсолютно однородной, да. Вот, видишь, мы ее получили какую. Да, да, ну, как такое, да. Крутяка прям, да, такая? Да, ты похожа на тыквенное пюре, я сейчас, знаешь? Да, да, да. А можно же сделать то же самое, только не морковку, а, например, что-то другое. Что угодно вообще. Слушай, да, такое. Ну, это с маминой. Мне кажется, вот теперь у всех зрителей решен вопрос с гарниром, с соусом. Не, на самом деле все на любителя, потому что, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Мне кажется, не каждому мужчине это может понравиться. Слушай, ну, слушай, я понимаю, ты там сложишь зал, там, п-п-н-в, я-то тут при чем? Мне, пожалуйста, из картошки можно такое? А вот это вопрос же твоей привычки, понимаешь? Ну, на самом деле я вот готовлю кухню разную. От банально простых блюд и технологически сложных, да, когда ты... Это же, по сути, текстура, да, как бы, ты можешь, допустим, взять эту морковь и сделать ее в пяти проекциях, да, как бы, там, сделать пюре, сделать, не знаю, ферментацию, сделать, высушить, высушить, ну, там, и всякие вот такие вещи ты будешь делать, какие хочешь. Быт, к которому мы привыкли, когда мама нас кормила с 20 лет назад. Первое, второе, третье компот из основания выйдешь. Да, первое, второе, третье компот, и это все как-то, ну, без каких-то изысков, да, ну, может, у кого-то были изыски, не знаю, я вырос в такой достаточно обычной семье, да, и привык... А в одно время, можно сказать. Да, привык покушать борщик, да, как бы, и потом котлетку с пюрешкой, да. Ну, а сейчас, почему бы и нет, можно всех обучать, учить чем-то новым, я не знаю, вкусы. Сейчас возможности есть для этого. И прекрасное время, да, когда ты можешь, в принципе, залезть, посмотреть какой-то рецепт. Соус у нас готов. Он должен быть чуть плотнее, чем в итоге, да, мы его вырезали, или как. Да, немножко нужно его выправить, мы взяли немножко свежей зелени, кто-то говорит, надо мыть, я вам могу сказать, что такая зелень, которая растет методом гидропоники, да, она растет. В теплицах. В теплицах, да, растет через, на воде получается, она, в принципе, они ее уже обрабатывают сразу перед тем, как... То есть, даже если не написано, что, там, можно, да, бывает, открываешь, не надо мыть. Да, 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 да. То есть, все, можно вообще, в принципе, не мыть, всего такого. Можно вообще не мыть, в принципе, зелень всю такую. Вот я всегда задавалась этим вопросом. Я не советую, я не в дравке, конечно, но, а то, что скажете, Антон посоветовал. Для того, чтобы вы понимали, да, что у нас получилось. Попробуйте. Я вам дам по ложке, да, чтобы вы поняли, что у нас за текстура, да, можете прямо оттуда, только... Чуть-чуть. Ну, как... Да, слушай. Вот понимаете, да, с чем мы получаем? Да. Сейчас у нас будет с вами текстура брокколи, у нас будет такой хруст небольшой. Мы с вами добавим нашу грудку, нарезанную, сделаем пюре, которое дает сливочный такой оттенок. И все это украсим немножко свежей зеленью. Потрясающе. Вот, у нас будет вот такой сервис сегодня. Вот, сейчас я... Сервиса вопросов не имею. Вообще. Очень вкусно. Оно какое-то нереально нежное. Готова наша куриная грудка. Мы ее... Сейчас мы ее... Пробуем? Потестим, да. Спасибо. Мне кажется, немножко мало соли. Я вот, например, вообще не солю блюдо практически. Я солю... Очень редко. Она такая пряная. Если какой... Знаешь, вот есть эта соль, которая смешанная... Я понял. С перчиками там. Такой, да. Так, ну и мы можем, в принципе, начать... Слушай, она, по-моему, очень даже хорошо. Чувствуешь ли? Сервиса. Да, я говорю, она очень какая-то... Какая-то пряная, пропитанная. Интересный очень вкус. Я засервирую одну тарелку. А вы себе с вами девчонки. По желанию? Нет. По желанию я всегда предоставляю возможность сделать каждому. Конечно, мы с удовольствием. Она нам нужно руку набивать. Каждому свое, да, Гали. Я бы подавал, ну, как бы, как я вижу, эта группа... Такими кусочками по 2 сантиметра, да? Побольше, да, нарезка такая, такая хорошая, ну, достаточно. Мы с вами возьмем немножко пюре. Вот я ждала, что сейчас будет что-то такое. Не надо, не пустить. Слушай, мне кажется, после этой передачи теперь ужины, у меня дома будет намного разнообразнее, интереснее. Видишь, как здорово. Да, теперь после такого хочется сделать не просто там выложил, да, тарелку. Почему я всегда и говорю, готовьте вместе с нами. Немножко локали. Должны подать какие-то очень интересные вещи по концовке, да, немножко. Такие обычные вещи интересным способом, да. Я всегда люблю, мне очень нравится вот такая моя специя. Что это? Это ферментированные маслины. Это земля из маслины, она немножко темненькая такая. Я уже первый раз такое слышу. Вот, ну, у нас, если вы посмотрите в нашу программу, мы ее используем частенько. Да, Антон расскажет о частенько. И для грудки я бы, допустим, взял самый, ну, как бы, для меня подходящий соус, который бы с вас зашел, это домашний барбекю я немножко возьму. Это от собственного приготовления? Ну, можно собственного, да, мы чуть-чуть добавим. Ой, как пахнет. Слушай, посмотри, как красиво еще. Вот, у нас с вами появился первый сервис, это вот первая подача. Анна, оставляю вам возможность сделать вторую подачу. Да, я могу вам нарезать грудку. О, у тебя диджейский прям. У меня уже начинается здесь, да. Соскучилась по работе. Безумно, знаешь, на самом деле, как бы, прекрасно, что можно заниматься чистым творчеством в карантин, писать там, грубо говоря, там, составлять, точнее, очень много сетов, которые сейчас, кстати, буду выпускать. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки. Делать домашние вечеринки, да, для своих, как бы, приближенных. Террасы-то, конечно, потихонечку работают, но все равно, знаешь, собрать дома гостей тоже очень прекрасно. Ну, нечисташно. Есть еще такая же, кстати, вещь, это называется ляп, да, как... Вот я, да. Когда ты у тебя... Как будто я так и хотел. Когда ты у тебя и по-моему ложечкой по нему так стукнешь, ну... Достанем. Так, грудка. Давай. Я думаю, надо выставить. Да, обязательно. Варенье. Ну, неплохо вроде получилось совершенно. Ну, почти все то же самое. Как говорится, даже, наверное, лучше. Она любит, вон, брокколи сразу. Сразу, да. Я вот как-то, знаешь, так не знаю. Просто у меня получилась не очень удачная ляпка, и я компенсирую это. Так, опять. Да-да, смотри. Аня, все побережно. Все так аккуратненько. Из выпуска в выпуск ничего не меняется. Вот тут я уже не берегу вот этих вот вкусных вот этих штук. Наверное, мы, наверное, чем должны закончиться все дело? Тестирование. Конечно, мы все это дело попробуем. Дегустация. Все это мы дело попробуем. Время всегда вкусно. Продукция собственного производства «Реми». Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Реми всегда выгодна. Что мы с вами получили? Полезное, вкусное, наверное, даже можно сказать, диетическое. И красивое блюдо. И эстетичное, да, наверное, все-таки? Да. Да. Ну, давайте попробуем. Давайте. Добавляю я все бережливо, а куски у меня вечно такие. Добро ты. Добро. Да, однозначно. Вкусно. Грудка действительно очень сочная, очень. Но готовая. Очень сложно соблюсти, конечно, этот баланс. Ну, я думаю, все векторы есть, поэтому в нужном направлении можно будет двигаться всем. Что мы решили? Что это вкусно, полезно, эстетично, сочно и главное, что еще и диетическое блюдо. Я хочу поблагодарить в очередной раз Антона за такие классные, простые и при этом роскошные рецепты. Ань, тебя благодарю за то, что ты пришла к нам сегодня, нашла время. Желаю тебе творческих успехов во всем абсолютно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а вы продолжайте готовить вместе с нами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok